всем привет вы слышите кита йозу алексея халецкого который бомбит польшу которая вроде как ни в чем не виновата но конечно на самом деле и двигая напросилась указать что на минуту строит катакуин нафиг надо кстати а что-нибудь из чудес совершенно случайно так чудо света ищем больше мне тут вот храм махабодхи но это явно вот прописано у польши в колизей у персов у персов больше прописано что она стремится к религиозным чудесам большой бассейн кстати прикольного александра македонского ну что китай расползается по планете я думаю что в будущем мы будем дружить да кстати если вдруг случайно наткнулись на это видео не с первой серии то перейдите лучше к первой серии начните смотреть с нее китай на уровне сложности божество то бишь на самом высоком уровне сложности на огромной карте на 20 цивилизации на карте озера старается выжить и в реально интересные получаются серии потому что я тут просто выживаю конечно не факт что победю тут меня гнобят всяческие компуктеры спонсоры видят все серии сразу вкладке сообщества в общем то у нас тут война с польшей и я не думаю что мне имеет смысл останавливаться надо идти дальше у нас гданьск я думаю здесь у нас краков как раз столица и вообще сколько осталось у польши городов 6 между прочим ну то есть он где-то сюда вот она еще расселяется то есть это лучше чем например пытаться ну нам тоже надо будет когда-нибудь расселиться но захватывать чужие города в данном случае тем более что вот у нас уже тот город а еще и промышленная зона смотрите построена нифига себе владе уже отлично так ну давайте давайте думать значит здесь мы нам надо этот лагерь разбомбить в любом случае но пока нам опять же там появились арбалеты это очень неприятно деньги нам нужно нужен еще вот этот этот лук апнуть поэтому я думаю что я не буду пока покупать здесь клеточку стоит скидка на на юниты да блин еще вот этого надо бы в пикинеры тоже апнуть кстати я вот что-то задумался а работает ли вообще у меня это промышленная зона если она еще не открыта не работает смотрите плюс одно производство дает хотя у меня ученичество еще не открыто и типа ну и кстати я поэтому тут не могу ничего строить конечно же так давай сначала монумент отремонтируем потом амбар потом водяную мельницу пока так во врославе нам по-любому акведук нужен и подводим вот я сейчас думаю просто в какую сторону мне лучше дальше ломануться на гданьск или на краков гданьск тяжеловато через реку видите и тут горы стоят с другой стороны здесь тоже военный лагерь и гданьс гданьск довольно такой вот знаете как он в сердце империи находится то есть если я его захвачу то люблены варшава потом падают вообще без проблем кстати военный лагерь к чему относятся гданьску тоже неплохо хорошо а сколько у меня до полководца далеко полководца мне далеко ну наверное все таки надо на гданьской те будем надеяться что едвига там стены не успеет построить она даже не строить тут стены тут видно вот в варшаве стены строятся ну или закладывались непонятно что он строит катакуин или стены а вот в гданьске нет так 60 золота давайте может мы поторгуем с каким компьютером 60 мне бы но этим в общем можно подходить пока ладно и лапать не буду мне бы денежков кто хочет у меня купить лошадей выглядит как бразилиц хочет не вообще нету лошадей а ну него и денег нету за вообще ничего нету слушать а там его не выносят совершенно случайно но городов у него дофига а ресурсов вообще никаких денег никаких так раз два три четыре пять шесть пять прошу перс но персонал не хочет да эти у него максимум лошадей это у него сахар и там так хорошо дача глянем что с ресурсами на счастье вот слоновую кость и трюфеля с русским и вот как раз красители с персом и соль с ацтеками давайте попробуем сначала красители с персом поторговать еще не что у него шоколад есть вот это так неудобно когда не видно нет нету чем так дорого тогда за него хочет хорошо а чай о россия принимает сделку хорошо а какао на трюфеля например принимает ну и похоже он даже мне заплатить готов 16 монет отлично тогда тогда может быть другие ресурсы роскоши можно за денежки кого-нибудь продать всех как-то денег нету попробуем александру вот кофе например он готов а почему а золото вход почему у него нету у меня есть унижение минус по деньгам идет он готов даже к войне с едвиги при ну кстати надо ли мне это я просто не хочу чтобы он тоже города захватывал с одной стороны ну давайте давайте наверно тем более он видите он тут от меня через брюссель я думаю скорее брюссель тут будет подгадивать так ну и можно пожалуй этих тоже сюда вести потихоньку в сторону едвиги значит апаем арбалет все арбалеты апнуты хорошо что у нас в сиане обрабатывается и вообще как у нас тут дела ага вот сюда я хочу акведук давайте я пойду тогда сюда а у меня тут стоит уже чувак ну тогда вырубаем ну тем более видите эта клетка не обрабатывается никак жителями так что нормально и следующее мы ставим как раз акведук пожалуй а где я в прошлой серии думал правительственная площадь здесь угу хорошо так как раз два хода акведук и через два хода ученичества откроется отлично 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 ну мне надо чтоб сиане рос отойдут тут подходить пока сильно не буду мне надо этот лагерь как-то убить надо вылечиться и нормальными конями пойду так Из Сюани бегает Из Чинду бегает Ну, наверное Я думаю, злодзи отправить, не отправить Нужна ли мне тут так дорога Ну, наверное, да Наверное, да Поэтому давайте, пожалуй, и злодзи Так, до десяти я нигде не успеваю город довезти, да? Да, вот такой долгий первый ход К сожалению или к счастью Так, а тут где акведук смогу я поставить? Здесь, либо здесь? Где мне тогда выгоднее промышленную зону? Промышленную зону, видимо, здесь выгоднее Поэтому давайте сюда акведук ставим Сюда промышленную зону Просто тут соседство еще хотя бы с коммерческим районом будет И с камнем Но вообще тут особо, видите, нету стратегических результур То есть тут такая будет промышленная зона, не особо мощная Так, ну пойду, наверное, вырубать тут лес Так, да Так, здесь я монумент достроил Ну, тут Блин, как Все такое медленно строится Наверное, все-таки Жители тут есть Мне нужны клетки на производство Как-то выкупить постепенно Давайте, наверное, центр коммерции пока начну Но вот не уверен я, конечно, с этим городом Он такой слабенький по производству Все очень медленно Так, ну пока коплю деньги Я хочу все-таки юниты апнуть Они, то есть у меня со счастьем Нормально, как бы, нормально Терпимо Так, водяная мельница Тут постоянной еды не хватает Поэтому водяную мельницу построил Ну, здесь Здесь, похоже, все-таки Акведук надо сюда ставить Сюда промышленную зону И тут, возможно, гавань В будущем Я бы здесь вообще Наверное, с промышленной зоной даже начал Так, пока расставлю И И здесь, наверное Давайте, наверное, строители я здесь еще сделаю Или библиотеку Хотя, зачем мне библиотеку? У меня тут ни одного Ни одной голубой ГГшки Ни одного научного города-государства Ну, строитель самому нужен А в этом городе я не хочу ничего В общем-то, другого строить Давайте строители Сколько у нас до 7 ходов До средневековья Я все еще в нормальном веке Я могу, конечно, попытаться Выйти в золотой Смотрите, 4 хода 4 очка Китайская стена Так 4 очка Этот уникальный юнит Он, конечно, прикольный То есть Я бы попробовал его построить Но Вот то, что у него дальность всего 1 А мощь в ближнем бою 20 То есть Вы понимаете В чем проблема юнита Посмотрите, арбалет В дальнем бою 40 Но в ближнем бою 30 То есть Даже если до него доберутся Его будет меньше Бить, чем вот А нет, все-таки 30 тоже В ближнем бою Почему не показалось 20 Это на что-то я А, это стрелки-разведчики Сорян Тоже Такая же мощь в ближнем бою Как у арбалета Но Он Дальность всего 1 То есть Ему надо близко подходить Чтобы стрелять Но он Дешевле стоит, чем арбалет Ну хорошо Его я построю Да, это еще 4 очка Это 8 очков Это уже будет 42 А надо 49 Мне кажется Я Не успею Поэтому Пожалуй Не буду пока Побежали Гитайры Силы 68 То есть У Польши Вообще нету Армии Я пока не буду Но 156 Что-то построило Заход О, кого-то встретили Иерусалим Ну, Иерусалим Нафиг Никак он мне тут не нужен Удовольствия Так, давайте Наверное сразу Кроме Видимо С кем-то Закончилось То есть У меня только Слоновая кость Красители И соль Чего у меня нету Да Попробуем Соль Блин 15 золота В ход Че он такой Какой-то О, кстати А у него Лошадей нету Внезапно Если тебе 30 лошадей Дам Как ты на это Он готов Принять Но я бы Терри Золото взял Ага Нормально Уменьшу Ему лошадей Это он как-то Прям все Ну, мне как бы Лошади не нужны Ладно, нормально Это мы хорошо Поторговали О, тут еще И караванчик Куда-то бежит Блин Я хотел на караван Кликнуть Тарбалет Конечно Тут не очень О Блин Не Наверное В сторону Отойду Мне важнее Арбалет Подвести Чем Мечника Блин Тут надо коня Вывести Потому что Тут арбалет На дороге Остается Лечимся Ага Тут у нас Мечник Ну, давайте потихоньку Уйти Апаем До пикинеров Так Тут вырубили Ну что, лесопилочку Вообще Все нормальные Клетки Тут обрабатываются В этом городе Ух ты Тут прям Арбалет Выперся На охоту Ну Надо Проатаковать Раз он Так Не боясь Не знаю Три заряда Да Пойдемте Эту рыбу Обработаем Просто тут В столице Все Все обработано Тут нечего Нету Смысла Спешить Можно, конечно Лес вырубить Единственное Что Для ускорения Но Тут так нормально Все с производством Так Тут, пожалуй Пока Бережем Но, в принципе Можно будет Уже в Брюссель Потихоньку Начать Ну Пока нету Городов-государств Куда бы я хотел Что-либо Отправить Так Давайте Торговца Блин Надо бы Наверное Уже Начинать К Александру Отправлять Более Через два Хода Я смогу Заключить Союз С ним Так Вот тут Я уже Наверное Военный лагерь Не собираюсь Ставить Можно убрать Меточку Приятная Конечно Война С другой стороны Я смотрю На Показатели России Персов И Немножко Офигевает Собственной Отсталости С другой стороны Мы китайцы Это Окей Хотя Вот в этот Период В этот Период Как раз Китай Лидировал О Мали Я знаю Куда я буду Шпионов Своих Отправлять Когда Когда Появятся Так И Где Мы Его Встретили Видите Польше Даже Даже Не Атаковал Меня Похоже Промышленная Зона У меня Появляется Не Стоит Атаковать А Стоит Вот Сюда Подойти Пока Хочется Караван Разграбить Но еще Больше Хочется Гданск Взять Поэтому Поэтому Стреляем Так Капаем Мечника Тут Конь Лечится Тут Идет Атака Копейщиков Польских На лоте Наверное О Этот У нас Еще Не Перемь Кровавые Дожди Отличное Название Для Для Армии Арбалетов Я считаю Так Ну Давайте Апнов Пикинеров И Этих Апнов Пикинеров Ну У меня По-моему Современная Армия Да Ну То 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 Проапгрейдить Не Как Современно Конечно На карте И покруче Есть Юниты Да Все Апнуто А нет Слушайте А вот эти Адовые Стрелы Что это Они тут Стоят Ну Они Лечатся Правда Ладно Так Мне бы Конечно Всадников Проапгрейдить Что Пойдем В летучие Отряды Да Давайте Пойдем Потихоньку В летучие Отряды Правительство С шести Учейками Я к сожалению Не смогу Принять У меня Мало Культуры Для этого Я Бескультурный Что Опять же Не характерно Для Китая Конечно Особенно Эпохи Средневековья Потому что Ну Не получается У меня Китай Отыгрывать Видите Польшу Пришлось Захватить Эх Так Промышленная Зона Плюс Четыре Четыре Ставим Немедленно Слушайте А если я ее Ставлю Сколько Она строится Три хода Блин Ну Блин Я получу Три очка За это Дело То есть Я выйду В обычный Век Ну Нехорошо Это Все Нехорошо Блин Больно Арбалет Стреляется Но Надо Остановиться Попробуем Как Нибудь Все Еще Ждем Когда Черепахи Присоединятся Ну Вроде Все Путем О Кстати А с этим Чуваком Можно Поторговать А я уже Все Все Всем Продал У него Все Видите Уникальное Прикольно Но у него Три города Хотя нет Это не факт Надо тут Смотреть Четыре города Всего У него Печально У него Печально Хотя Это не мешает У него все равно Иметь Культуру И науки Больше Нет Только науки Больше Науки Чем Я Так Вырубаем А Не хватает Хотел Посмотреть Сколько Тут Будет Промышленная Ну Давайте Акведук Тогда Строить Строим Тут Акведук И Ну Пожалуй К Александру Я надеюсь Что я с ним Хотя Может В спарду Я надеюсь Что я либо С Александром Либо С персом Просто Производство Видите Еда Сразу Будет Блин Давайте К персу Просто через территорию Польши Не очень прикольно Блин Через территорию Понял Давайте Через территорию Польши Господи Тяжеловато Тяжеловато Будут Грабить Караваны Средневековый Так В следующем ходу Сможем Союзы Заключать Сейчас Мне тут Интересно Что он Этими Арбалетами Будет Делать Мне очень Хочется Хочется Надеяться Что он Будет Блин Меня Атакует Что он Будет Как-нибудь Там С Александром Воевать А не Против Меня Ничего Из этого Мне Не Поможет Скидка На улучшение Юнитов Наверное Можно Убирать Потому Что Ну Мне Пока Больше Нечего Апгрейдить Из Юнитов Так Ставить На Еще Одного Рабочего О На Арбалету Ой Блин Я уже Вышел В нормальный Век Так что Можно Достраивать Так Сколько Ходов Четыре Надо Попытаться Построить Мое Тут Уникальное Здание И Мое Улучшение Мое Улучшение Могу Где-то Вот Здесь Построить Например Компьютер Мне Тут Рекомендует Его Ставить Ну Вы Понимаете Вот Это Улучшение У Китайцев Оно Плюс Плюс Два Золота И Плюс Четыре К Обороны То есть Это Чисто Защитная Штука Такая Вот Так Как-то Бессмысленно Ее Где-либо Строить Я На Любой Клетке И По моему Мнению И ферма И Шахты И Все Это Вместе Больше Даст Профита Чем Вот Это Улучшение Поэтому Я Наверное Пойду Где-нибудь В пустыне Его Построю Три Хода Успевает Дойти Так Что У нас С этим Уникальным Юнитом Сколько Он Строится Три Хода А Купить Его 320 Ну В принципе Можно Будет Поторговаться Я думаю Так Я не думаю Что У меня Сейчас Мечник Убьют А потом Я уйду Следующим Ходом Туда Вот Он Обстреляет Мне Арбалетом Так Что У нас Здесь Обстреливаем Арбалет Арбалет Могут Убить Меняемся Местами Пекинера Вряд ли Ну Гдань Тяжеловато Будет Все таки Взять О Наконец Стоит Торговый Путь Разграблю Вот 50 монет На Уникальный Юнит Уже Набил О Давайте Мечника Сюда У него Плюс 10 Против Стрельбы Видите Как Польша Наделась Арбалет Внезапно Я думаю Бежать Мне Конем На Помочь Сюда Либо Бежать Конем Исследовать Территорию Мне Хочется Почему-то Исследовать Территорию А Вот Где Бразилия Слушайте Вот Это А Вот Где-то Вот Здесь Мали Судя По Всему Только У нее Куча Территорий Расселятся Не Знаю Что Она Тут Не Торопится Так Начну Как я Тут С Промышленной Зоны Так Внезапно Это Она Вообще Без Этих Без Соседства Давайте Ладно Библиотеку Не нравится Промышленную Зону Строить Реально Без Соседств О Союза Не заключил Блин Три Золота Вход Ну Че Надо Принимать Конечно Так А Перс Культурный Культурный Действительно Потому что Есть Вероятность Что Он Будет Давить На Нас Культурой Не Ну Это Он Хочет Сушить Вообще Он В Войне С Польшей Он Войне С Неизвестным Игроком Войне С Ацтеком К Военному Союзу Он Готов Принять Тогда Может Ты К Польше Присоединяй Не Хочет Ну Давайте Все Рано Примем Военный Союз Нормально И У Нас Внезапно Хорошее Отношение С Мали Давайте Делегацию Отправим Блин Я Правда И к Персу И к Этому Может Зря Деньги Трачу Ладно Давайте Пока В дружбе Будем Что Нам Дальше Открывать Гильдии Средневековые Ярмарки Средневековые Ярмарки Бонус Соседства Театральной Площади И плюс Два К жилью А Гильдии Соседства Промышленной Зоны И Центр Как С другой Стороны Мне бы В торговую Республику Быстрее Выйти Поэтому Давайте Средневековые Ярмарки Все Так Сначала Торговая Республика Потом Дипломатическая Служба Темпломайор Кто-то Построил Вот Вот А Хотел Малей Самая Большая Внезапно Ну Ему Как бы Нападать На меня Неудобно Но Знаете Компьютер Такой Упоротый Что Он Может Тут И Переплыть Вот Это Все На меня Прийти Напасть Так Что Не Стоит Надеяться На Его Адекватность Блин Слишком Быстро У Гданьска Восстанавливается Здоровье Блин Он Даже Не Обстреливал Моего Мечника Просто Пошел Блин Слишком Много Арбалетов У Польши Тяжеловато Не Я Мечника Как А С другой Сторон У него Он Черепаха То есть Плюс День Ну Убьют Живо Нет Постоит Лучше Тут Ой Там Варвары Так Сколько Ходов Три Следующим Ходом Я получаю За промышленную Зону Следующим Ходом Я Наверное Поставлю Здесь То есть Следующим Ходом Ходом 8 очков Я смогу Получить Так Еще Еще Наверное Два Я За промышленную Зону Получу Блин Одного Очка Не хватает Великого Великого Человека Нигде Не Не Могу Получить Блин Мне бы Встретить Кого Нибудь Еще Да Тебе Тебе Еще Кое Нибудь Треста Вы Точно Золотой Век Вышел За Трех Хода Блин Ну что Покупать Эту клетку Ну надо Потому что Ну блин Я думаю Что Как Нибудь Поторгую С теми Компьютерами Которые Я Встретил Промышленные Зоны Надо Строить Без Этого Никуда Так В лодзе Я все Отремонтировал Мастерскую Так Что Это Едвига Предпримет Против Меня Так Блин Меня Этого Пикинера Могут Убить Нет Я пока Отклоню Как Ну Как-то Маловато За 10 Железа Надо Еще Подумать Как С ним Поторговать О Зарядь Тут На лодзе Атака Идет О Плюс Три А Так Может Хватит Может Быть И Хватит Блин Тут Конечно Нету Никакого Апа Это значит Что Этого Унера Скорее Всего Убьют Сейчас Попробую Поменять Местами Но Смотрите Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Арбалетов Вы помните У Польши Была Сила 80 Значит У него там Два Юнита Может Немного Копейщика Стояло Настругало Уже Блин Посмотрите Александр Македонский Там Такой Бесполезный Чувак Знаете Что Я Наверное Заключу Мир С Польшей Мне Не Стоит Терять Юниты Вообще Ни В каком Виде Сейчас Там Проатакую Чисто Чтобы Опыт Получить Так Проатакую Так Проатакую И Через Десять Ходов Мы Продолжим Это Дело Дружбу С Бразилией Кстати Раз Мы Тут В соседях Может С ним Тоже Союз Заключить Научный Например Они Все Деньги За Это Хотят Так Кого Какого Мы Губернатора Еще Возьмем Следующим Ну я бы Лян Брал Для Для Рабочих Давайте Лян В Глянем В Диадуне Какой Район Мне важнее Так Камп Ни одного Кампуса Больше Чем На Плюс Два Нету Промышленная Зона На Плюс Четыре Кстати Я думал Тут Промышленная Зона Не так Крута Будет А почему Она Плюс Четыре Дает Каминала У Мне А Вот Районы А к виду Конечно Плюс Два Но Я не думал Что Районы Еще Плюс Один Ну Нормально Нормально Давайте Наверное Сюда Лян Тут Я построю Строителя Чтобы Вырубить Здесь Лес Соответственно Ну Хотя Лян Пять Хотов Будет Сюда Ехать Так Что Не Даст Дополнительные Очки К Производству Давайте Наверное Поставлю Сейчас Карточку На Первого Посла И Отправлю Уже Так И Скидка На Улучшение Надо Убирать Я Думаю Поставим Торговую Конфедерацию Или Или Новый Среди Новый Строитель Плюс Два Действия Так И Брюссель Уже Надо Что У Меня Промышленных Зон Дофига Ну Как Дофига Прилично Надо Надо С Польшей Заключать Мир Так Уступить Давайте С Нее Все Вообще Она Только Одно Золото Вход Может Дать Не знаю Жили мне Дипломатические Очки Они Как-то В игре Очень Дорого Считаются Ресурсы У нее Те же Самые Абсолютно Что У меня Может Насчет Кой Город Так Отдаст Нет Похоже Что Нет Ну Дипломатические Очки Too Мач Ну Не Сильно Кстати То есть 21 Они Готовы А Вот 20 Самая Но Не 21 Не Все Жить Отдавать Буду Так Хорошо В смысле Лоти вернуть Подожди Какой Лоти вернуть Это я Случайно Видимо Куда-то Клацнул Ага Если Лоти Лоти Уступить То Она Не Готова Деньги Мне Платить Так Готово Нормально Все Принимаем Эту Сделку Как я Говорю С Польшей Мы Продолжим Я Просто Не Хочу Там Терять Юниты На Садик Даньска Тем Более Мы Сейчас Еще Выйдем В Летучие Отряды И Надо Будет Захватывать Ну Варшаве Вон Видите Стены Таки Построились Еще Мы Наш Уникальный Юнит Построим Два Хода Следующим Ходом Надо Будет Уникальный Юнит Строить Так Значит Слушайте Эти Стены На Любой Клетке Строятся Я Сейчас Клетку Выкуплю Строятся Да Отлично И В общем Нам Осталось Три Очка До Выхода Золотую Эпоху То Купим Наш Уникальный Юнит И Здравствуй Золотая Эпоха А там Варваров Кто-то Мочит И Мы Будем Мочить Накония Мы Пока Вылечим Нам Эти Кони Понадобятся Для Апгрейда В Летучие Отряды Клетка Сама Прибавилась Я просто Не Не Хотел Выкупать Мне Деньги На Другое Нужны Мастерскую Давайте Здесь Еще Строители Одного Вне Внеочередная Сессия Конгресса И на этом Я пожалуй Серию Закончу Напоминаю Что спонсоры Все серии Видят сразу Вкладки Сообщества А Подписчики Увидят Увидят ее Завтра Ну Пока Вроде Как Получается Ничего Так Так Военный Кризис Против Меня Потому что Я врослов Захватил Давайте Наверное Посмотрим Кто Проголосует За этот Кризис Сейчас Может быть Серия Закончится Тем Что Мне Войну Все Объявят Даже Интересно Ух ты Встретил Испанию Еще Одну Очко Получил О Скифов Слушайте Может Мне Сейчас Не придется Покупать Ифра Отлично Мне Не придется Покупать Мой Уникальный Юнит Я Уже Золотой Золотом Эпохе И Против Меня Кризис Не принят Зато Принят Против Неизвестно Кого А почему Я францую Почему Я этих ребят Всех Встретил Интересно Это видимо Потому что Они какой-то Кризис Приняли Ну Неважно Спасибо Что Досмотрели До конца Играйте В умные Игры Всем пока Спасибо Что Досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Вы видите Сейчас На своем Экране Играйте В умные Игры И всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры